Добрый день еще раз. Вопросы, в том числе касающиеся патологической анатомии, уже прозвучали, и это значит, что действительно нам пора переходить к этой части. Конфликта интересов у меня нет. Это классификация, по которой мы работаем сегодня. Классификация Всемирной организации здравоохранения 2015 года издания. Очень хорошая книжка, очень всем рекомендую с ней ознакомиться. Почему-то до сих пор многие клиницисты, несмотря на то, что мы стараемся везде говорить про то, что это классификация не только для гистологов, это не гистологическая классификация, а вообще классификация для всех, кто занимается опухолевой патологией. Не все верят. Поэтому я решила все-таки привести вот вам разворот один. Просто это не очень частая форма гистологическая данного карцинома легкого, но просто все разделы попадают на один разворот. Если вы посмотрите, то здесь есть такие рубрики, как определение, ICD-O-код, эпидемиология, этиология, клинические данные, макроскопия и локализация, цитология, гистология, включая иммуногистохимию, дифференциальный диагноз, генетический профиль, прогноз и предиктивные факторы. То есть это руководство, которое содержит краткую, на сегодняшний день общепринятую в мире информацию относительно этой нозологической формы, которая может быть определена гистологически. Чем отличается эта классификация, это издание, от предыдущего и вообще от других руководств этой серии? Оно довольно прорывное, потому что впервые именно в этом издании возрастная классификация от гистологического базиса пошла в сторону клиники. То есть это клиника морфологическая классификация. Поэтому мы посмотрим, есть некоторые несуразности с точки зрения морфолога в этой классификации, если подходить чисто микроскопически. Но тем не менее, почему так произошло? Потому что это веяние времени и как вообще устроены гистологические классификации, предыдущие ВОЗовские классификации. Мы видим опухоли, которые выглядят по-разному, и мы называем их по-разному, несмотря на то, что они могут течь одинаково. И обратная сторона, если мы видим опухоли, которые выглядят одинаково, мы называем их одинаково, при этом они могут течь по-разному. Чтобы уйти от этого парадокса клинического, эта классификация имеет определенные особенности. Но история эта началась не вчера, и даже не год назад, и не в 2015 году, а началась она в 2011 году, когда вот эти три сообщества, это Международное общество по изучению рака, Американское таракальное общество, Европейское респираторное общество, с учетом тех данных, которые на тот момент накопились, о гетерогенности того заболевания, которое мы называем раком легкого, предложила новую классификацию. Эта классификация в 2011 году была внедрена в ряде учреждений, апробирована, она показала свою эффективность, поэтому она легла в основу классификации ВОЗовской. Ну, про гетерогенность и генетическую гетерогенность рака будет говорить Евгений Наумович гораздо подробнее. Здесь я просто хочу показать эту картинку, потому что классификации меняются, классификация – это не нечто стабильное, не нечто константное, и вы, возможно, на своей жизни застанете не одну классификацию, в том числе рака легкого. И связано это с тем, что изменяются условия, изменяются наши знания. Раньше какая была ситуация? Раньше был мелкоклеточный рак легкого и немелкоклеточный рак легкого, потому что для мелкоклеточного рака легкого существуют определенные терапевтические опции, а для немелкоклеточного рака, несмотря на то, что это большая группа смешанная, не было каких-то опций. То есть хирургия – хирургия, а хирургии нет уже, в общем, там как получится. На сегодняшний день мы знаем, что аденокарцинома легкого, по крайней мере, имеет множество мутаций. Вот здесь представлена только часть из них, и вот этот вот раздел, где генотип неизвестен, стремительно уменьшается с каждым днем. И большинство из этих мутаций могут быть таргетированы. Это что значит? Это значит, что к этой конкретной мутации может быть использован препарат, который эффективен в этой конкретной опухоли. То есть нам нужно знать теперь не только гистологический подтип, нам нужно знать еще и, есть ли у пациента мутация или нет, потому что это определяет лечение этого пациента. То есть мы должны знать гораздо большее, поэтому классификация меняется. На сегодняшний день вот эта очень грубая схема того, как формируется подход к лечению рака легкого. Вот для плоскоклеточного рака есть свои опции. Это хирургия, это химилучевое лечение, это определенные особенности в использовании химиотерапии. На сегодняшний день это еще иммунотерапия в большей степени. И немелкоклеточный, неплоскоклеточный рак, вы видите, есть такая группа, которая тоже должна быть поделена на плоскоклеточный рак и аденокарциному. Грубо говоря, сначала мы должны выделить аденокарциному, потому что это именно та группа опухолей, которые несут в себе мутации, в том числе таргетные, которые мы должны следующим этапом идентифицировать. Если же мы не находим признаков того, что это аденокарцинома, то мы уже должны исходить из каких-то других терапевтических опций. Все это определило изменение классификации и определило то, что это впервые мультидисциплинарная классификация. Она основывается на мультидисциплинарном подходе и были затронуты вопросы относительно неинвазивных и минимальноинвазивных форм. Это не столько даже морфологическое понятие, сколько клиника рентгеноморфологическая. Об этом мы немножечко попозже поговорим. И установить этот диагноз без кооперации нескольких специалистов разных разделов, разных направлений диагностики невозможно. И то, чего больше нет нигде, ни в одной другой возовской классификации, но возможно это появится в будущем, но по крайней мере это большая инновация, это прорыв, это деление классификации на две части. Опять же, это обусловлено чем? Вот Антон Алексеевич говорил много эпидемиологии, но я надеялась, что он расскажет о том, какова частота выявления рака лёгкого на разных стадиях. Я думаю, что ни для кого не секрет, что по крайней мере не меньше трети пациентов выявляются на третьей-четвёртой стадии, когда возможности оперативного этапа лечения либо ограничены, либо он вообще невозможен. И речь идёт о системном лечении. Мы знаем, что опухоль разная, опции терапевтически разные, то есть мы должны получить небольшое количество материала, это биопсия, либо цитология, и на этом маленьком материале получить информацию максимальную для того, чтобы выбрать самое лучшее, самое точное для этого пациента лечение. Все выслушали про такое слово, как персонализация терапии. Но ограничение объёма материала накладывает определённые особенности на исследование этого материала на всех этапах. И именно вот эта вот работа с малым материалом лишает нас определённых возможностей, которые мы имеем, когда мы работаем с большим операционным материалом. И вот возрастная классификация эти все нюансы учла. И для малого материала, для биопсии и цитологических образцов есть свой раздел, который предлагает алгоритм диагностический, и более того, он предлагает унифицированную, уникальную терминологию для вот этих малых образцов. Это, в общем, большое достижение. И отдельные рекомендации для большого операционного материала, из которых обычно состоит классификация. Вот таким образом она устроена. Это, собственно, перечень тех нозологических единиц, которые относятся к опухолям лёгкого. Три пятых классификации составляют эпителиальные опухоли, о которых, собственно, мы сегодня и будем говорить преимущественно. Кроме того, как всегда, есть мезонхимальные опухоли, которые могут развиваться в любых органах. Лимфоэпителиальные образования, лимфогистецитарные опухоли, первичные для лёгкого, а также опухоли эктопические и метастатические опухоли, о которых тоже не стоит забывать и о такой возможности. Таким образом, каков алгоритм установления диагноза на сегодняшний день? Это этапное исследование. Первым этапом для патолога является действительно морфологическая диагностика, микроскопия. На этом этапе мы что должны сделать? Мы должны сказать, есть ли опухоль. Элементарно для начала. Если она есть, тогда мы должны отдифференцировать мелкоклеточный рак, который всё ещё остаётся обособленной группой опухолей, от немелкоклеточного рака. И далее мы должны уже его субклассифицировать на аденокарциному, либо плоскоклеточный рак. Если же у нас нет морфологических признаков ни того, ни другого, то мы вторым шагом должны использовать дополнительные методы исследования, как правило, это иммуногистохимический метод. Существуют маркёры характерные для тех или иных гистотипов опухоли, но при этом мы должны помнить о том, что будет третий этап, о том, что будет молекулярная генетика. На сегодняшний день это является необходимым стандартом обследования для того, чтобы выбрать оптимальную терапию для пациента. Если же мы видим, что это аденокарцинома изначально, либо в определённых случаях плоскоклеточного рака, мы пропускаем второй этап. Морфологи же тоже тут есть среди вас, я надеюсь. Поэтому это в большей степени, наверное, для них, но для клиницистов тоже в плане общего развития, каковы минимально достаточные опции иммуногистохимические для того, чтобы отдифференцировать плоскоклеточный рак от аденокарциномы, либо хотя бы предположить линейную принадлежность опухоли, так называемую, в той или иной степени. Для аденокарцином характерно лёгочных продукция муцина, поэтому мы используем окраски для того, чтобы его выявить в клетках. И есть иммуногистохимические маркеры, которые ассоциированы с плоскоклеточной дифференцировкой. Это P63, многие, наверное, знают про него. И его субъединица P40 является более специфичным для именно плоскоклеточной дифференцировки, так как P63 может ещё выявляться в миоэпителиальных клетках. И единственным на сегодняшний день рекомендуемым в ВОЗовской классификации маркером железной дифференцировки является ТТФ1. ТТФ1 очень специфичен для лёгкого. Кроме лёгкого он экспрессируется только в раках щитовидной железы. Но, к сожалению, чувствительность его порядка 88% даже в дифференцированных аденокарциномах. Поэтому ситуация, когда ТТФ1 отрицательный в аденокарциноме, это, в общем, реальность, это не эксклюзив какой-то. И чем ниже дифференцировка аденокарциномы, тем ниже вероятность выявить экспрессию ТТФ1. Поэтому здесь, в общем, мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы даже с использованием дополнительных методов исследования не можем классифицировать опухоль как аденокарцином или плоскоклеточный рак. Тогда мы её называем в соответствии с рекомендациями ВОЗ «немелкоклеточный рак лёгкого неклассифицируемый» или «БДУ» или «Not other wise specified». Но нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы минимизировать число этих опухолей, потому что они не дают вам направления чёткого, что с ним дальше делать. Итак, перейдём, собственно, к классификации. Мы будем её немножко сравнивать с предыдущей, потому что, я думаю, предыдущая классификация довольно длительное время была в обиходе, и многие знают её ещё несколько лучше, чем современную, хотя уже прошло больше двух лет. Таким образом, какие у нас новшества? Если мы говорим про резекции, то появилась вот такая рубрика, которая называется «Преинвазивное образование». Это одна из концепций карциногенеза, что опухолевый процесс является этапным, то есть изначально у нас гиперплазия, дисплазия, карцинома ин-ситу и инвазивная карцинома. То есть эта концепция находит отражение, в том числе и в раках лёгкого, в том числе в аденокарциномах. Атипическая дономатозная гиперплазия является таким предраковым процессом. Это мелкие образования, как правило, не больше 5 мм. Но мы немножко потом посмотрим их. Следующим этапом является аденокарцинома ин-ситу, чего не было, и микроинвазивная аденокарцинома, чего также не было ранее в классификации. Что же касается инвазивных аденокарцином, то предыдущая классификация имела такую рубрику, которая называется «Смешанный подтип». Но по факту оказалось, что на сегодняшний день все признали это. Все аденокарциномы лёгкого в той или иной степени являются смешанными. Возможно, это этапы прогрессии опухоли, то есть когда у нас была неинвазивная карцинома, потом она перешла в инвазивную, и инвазивными считаются ацинарные, папиллярные, другие компоненты, потом она солидизируется. Вероятно, это отражение эволюции опухоли, её додифференцировки или прогрессии. Поэтому на сегодняшний день от термина «смешанная аденокарцинома» возрастная классификация отказалась, и появились такие рубрики, как опухоли преимущественно со стелющимся типом роста, ацинарная, популярная и так далее. Что это значит? Это значит, что в любой опухоли будет несколько разных вариантов роста, но она классифицируется по преобладающему компоненту. И вот эта ацинарная аденокарцинома – это значит, что она преобладает в этой опухоли, а не то, что она на 100% ацинарная. И существенно изменилась рубрика, которая касается муцинозных аденокарцином. Исключена вот эта цистаденокарцинома, перстневиноклеточная и светлоклеточная карцинома. Они исключены из классификации, так как считается, это просто вариант роста. Есть коллоидная, фетальная и кишечная типа аденокарцинома. Это, в общем, большая проблема диагностическая на самом деле, потому что эти опухоли могут быть не морфологические, не фенотипические, неотличимы от метастазов колоректального рака. Поэтому это ограничение нашего метода, об этом нужно знать и помнить. Таким образом, одним из существенных преобразований классификации явилось то, что из нее исключен термин бронхелоальвеолярный рак. Бронхелоальвеолярного рака больше нет. Ни в классификации, ни вообще в принципе. Потому что оказалось, что в эту рубрику попали такие опухоли, как неинвазивные со 100% пятилетной выживаемостью, минимально инвазивные аденокарциномы, опять же, со 100% пятилетней выживаемостью, аденокарциномы смешанного типа, инвазивные, то есть разные, с различными компонентами, но с преобладанием стелющегося типа роста. А также различные муцинозные и немуцинозные подтипы, которые тоже имеют различные прогнозы, различную генетику. Мы немножко дальше посмотрим об этом. И в том числе диссеминированный процесс по-легкому, который гистологически выглядит как неинвазивная карцинома, но имеет крайне плохой прогноз. Вот что такое атипическая дноматозная гиперплазия. Вы сейчас очень во многих рубриках нозологических столкнетесь с размером. Размер является одним из классификационных критериев в новой классификации. От него уходить, к сожалению, теперь нельзя. Если нам неизвестен размер, мы не можем точно классифицировать образование в рамках действующей классификации. То есть это мелкое образование, неинвазивное, с атипией выстилающего альвеолы эпителия. Степень атипии или дисплазии может быть разная, но градировать ее не рекомендуют. Образование, в общем, как правило, выявляется случайно. Аденокарцинома инситу – немуцинозный тип. Вот критерии, которые в возрастной классификации рекомендуют использовать для того, чтобы поставить этот диагноз. Это образование размером не больше 3 см. Всегда. Для того, чтобы это знать, мы должны знать данные лучевых методов исследования, потому что, как правило, это опухоли, которые плохо пальпируются. И если мы особенно имеем дело с материалом, который не мы вырезали, а кто-то другой вырезал, и у нас нет данных о том, какой был размер этого образования, то установить этот диагноз практически невозможно, не имея этих данных. У этой опухоли не должно быть никакой инвазии, это просто атипичные клетки, которые выстилают альвеолы, стенки которых могут быть несколько утолщены, то есть отсутствие любого вида инвазии – воскулярной, плевральной и в том числе аэрогенной. В этой классификации, в общем, этот термин узаконен, есть так называемая аэрогенная диссеминация или аэрогенная инвазия, когда опухолевые комплексы определяются в просвете альвеол, не в связи со стенками альвеол. Это, в общем, свойства аденокарцином с папиллярным и микропапиллярным типом роста и характеризуют их потенциал к диссеминации внутрилёгочной, внутрепросветной. Эти опухоли характеризуются стопроцентной выживаемостью и вот уже, оказывается, рассматриваются варианты органосохранного и минимально уносящего лечения. Они могут быть муцинозного типа, но почему они отдельно выделены муцинозным и не муцинозным, мы немножко дальше посмотрим. Они имеют разную, несколько эпидемиологию, разную генетику. А остальные характеристики те же. Минимально инвазивная аденокарцинома – не муцинозный тип. Определением минимальной инвазии является наличие инвазии размером не больше 5 мм, а на остальном протяжении это, опять же, должен быть узел не больше 3 см. Если это узел больше 3 см, даже с минимальной инвазией, это будет другая опухоль. Это будет уже аденокарцинома легкого инвазивная. Она не будет минимально инвазивной. Что такое инвазия? Инвазия по определению ВОЗ для данных, в том числе образований, это наличие любого другого паттерна роста, кроме стелющегося. То есть это наличие в пределах опухоли ацинарного компонента, папиллярного, микропапиллярного или даже солидного. Кроме того, это инвазия аэрогенная, лимфатическая, воскулярная, плевральная инвазия. И чаще всего это, опять же, не муцинозные варианты и имеют практически стопроцентную выживаемость. Но могут быть эмуцинозными гораздо реже. Вот это, собственно, тот парадокс, на котором я хотела сакцентировать внимание для патолога. Потому что если мы видим аденокарциному со стелющимся типом роста, это по определению аденокарцинома морфологически, ин-ситу, она не инвазивная. Но если размер этого узла больше 3 см, и мы об этом знаем, либо мы не знаем размер этого образования, мы должны назвать ее аденокарциномой инвазивной со стелющимся типом роста. То есть мы не называем, мы не пишем слово инвазивная. Но если мы называем это образование аденокарциномой со стелющимся типом роста, то вы, онкологи, хирурги, терапевты, должны относиться к нему как к инвазивной аденокарциноме. Потому что мы не можем доказать обратного. Мы не можем доказать, что она не инвазивная. Либо размер этого образования превышает те размеры, которые определены классификационными критериями. Почему так сделано? Ну, в общем, есть распространённое мнение, что большинство вот таких вот каких-то размерных или долевых критериев, оно вот таким вот образом формируется, когда собирается группа профессионалов, там, за чаем или за чем-нибудь ещё, вот, и решают, что, а давайте пускай будет 3 сантиметра. В большинстве случаев действительно так и делается, никакие исследования не проводятся, то есть есть какие-то там данные, тенденции, но в данной ситуации это не совсем так, потому что здесь были проведены исследования, и если говорить о том, что называлось бронхелоальвеолярным раком или диффузным раком лёгкого, когда, возможно, многоочаговое диффузное поражение в такой по типу матового стекла рентгенологические, эти опухоли, которые имеют очень плохой прогноз и которые очень тяжело лечить, потому что хирургически их не вылечишь, а химиотерапевтически они в силу своей дифференцировки тоже на терапию не отвечают. Так вот, наличие размера больше 3 сантиметров повышает риск именно такого течения этого заболевания, и есть другой момент, чем больше образования, тем сложнее патологу найти очаги минимальной инвазии. То есть чем больше образования, тем выше риск того, что может быть пропущена инвазивная часть. Для того, чтобы этого не было, есть вот этот ограничитель по размеру. Следующий ограничитель – это размер инвазивного компонента, если мы говорим про минимальное инвазивное образование. То есть если больше 5 мм инвазия, всё, это образование называется аденокарциномой, преимущественно со стерющимся типом роста, если он преобладает. А также, как уже было сказано, все виды инвазии и наличие лимфатической или плевральной инвазии и опухолевый микроз. Что касается микропапиллярных аденокарцином, они тоже вынесены сейчас в классификацию отдельно, как отдельная рубрика. С чем это связано? Потому что вне зависимости от локализации опухоли, которые растут вот таким образом, формируют розетки, такие розеткоподобные сосочки, как будто вывернутые наружу железистые структуры, они характеризуются высоким потенциалом к инвазии и диссеминации, в первую очередь лимфогенной и гематогенной. Поэтому для того, чтобы охарактеризовать потенциал злокачественного течения этих образований, они вынесены как отдельная рубрика. И более того, этот паттерн роста характеризуется грейд 3. Мы немножко поговорим про градацию рака лёгкого, это, в общем, отдельный вопрос интересный. Но, тем не менее, казалось бы, гистологически довольно дифференцированная аденокарцинома, но течёт она крайне неблагоприятно, поэтому мы называем её грейд 3. Вот варианты гистологические, если мы говорим не муцинозные. Тут перечислены муцинозные. Такие исключены при сневидно-клеточной и светлоклеточной рак. Что касается аденокарцином муцинозных, есть коллоидная аденокарцинома, которая характеризуется большими полями муцина, минимальным клеточным компонентом. Фитальная аденокарцинома характерна именно для лёгкого. Это опухоль, которая напоминает эмбриональное лёгкое, поэтому она, в общем, довольно своеобразно выглядит. И вот лёгочная аденокарцинома с кишечной дифференцировкой, если этот компонент составляет больше 50%. Вообще аденокарциномы кишечного типа – это описательная морфологическая характеристика. Они имеют определённые свойства, там это трубочки, высланные эпителием, клетки которого располагаются перпендикулярно базальной мембране. В просвете может быть слизь в разном количестве. Внутриклеточная слизь, как правило, не в большом количестве выявлена, но тоже в части случаев выявляется. Эти карциномы с такими морфологическими характеристиками очень часто встречаются в толстой кишке. Как правило, в толстой кишке такие опухоли развиваются. Но они могут быть первично в лёгком, первично в яичниках, и могут быть такие опухоли в любых отделах желудочно-кишечного тракта, включая желчевыводящие пути. Поэтому если мы видим такую опухоль, то мы её характеризуем описательно, что это аденокарциномы кишечного типа. Это не значит, что это опухоль толстой кишки. Об этом тоже надо помнить. Зачем нам всё это нужно знать? Ну, генетика, в общем, это такая наука, которая очень много нам позволяет понять. Вот муцинозные и немуцинозные аденокарциномы, как оказалось, они характеризуются, в общем, разной эпидемиологией. Видите, как правило, это женщины, реже гораздо курильщики. Различные лучевые характеристики у них. Если мы посмотрим на фенотип, то вот муцинозные аденокарциномы, цитокератин 7 экспрессируют в 88% случаев, в отличие от немуцинозных, которые почти в 100%. Больше 50% цитокератин 20 позитивный, что характерно для аденокарцином кишечного типа, для кишки в том числе, в то время, когда немуцинозные не экспрессируют его практически. И ТТФ1 выявляется чуть больше, чем в 15% случаев. То есть если мы вот эту аденокарциному, которая выглядит как аденокарцинома кишки в лёгком, сделаем иммуногистохимию в стандартную панель, и у нас оказывается, что цитокератина 7 нет, а цитокератин 20 есть, и ТТФ1 нет. По фенотипу это аденокарцинома толстой кишки. Но это может быть первичная аденокарцинома лёгкого. Исключить лёгкое или кишку чисто морфологическими методами или дополнительными методами исследования невозможно. Для того, чтобы сказать, что это первичная или вторичная опухоль лёгкого, нужны данные клинические. Для этого нужно пациента целиком обследовать и исключить наличие первичной опухоли в органах желудочно-кишечного тракта. То есть в данной ситуации у нас есть ограничения метода, и от них невозможно никак откреститься, и вы должны тоже понимать это. Что это не наше нежелание или наша неспособность, а это объективное ограничение. Вот паттерны, которые могут быть на сегодняшний день по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Мы классифицируем опухоль в соответствии с преобладающим компонентом, но при этом все остальные паттерны роста, которые мы выявляем, должны быть отражены в заключении, если они составляют больше 5%, и мы должны указать их долю. Зачем это нужно? Первое – это для того, чтобы опухоль градировать. Для раков легкого степень дифференцировки, в общем, имеет не такое большое значение, как, скажем, для рака молочной железы прогностическое, потому что их тяжело градировать. Из-за того, что они смешаны, и подходов к грейдингу нет унифицированных, и возрастная классификация на сегодняшний день опять же не дает нам четких каких-то установок. Есть какой подход? Как в других многих железистых опухолях, по доле солидного компонента. То есть чем больше солидного компонента, не формирующего никаких структур, тем ниже степень дифференцировки. Но опухоль легкого довольно здорово отличается от всех остальных. Есть другой подход, который, собственно, возрастная классификация и предлагает нам использовать. Это разные паттерны роста ассоциировать с разной степенью дифференцировки. Так стелющийся тип роста считается высоко дифференцированным, или грейд один, а цинарный и популярный считаются грейд два, а микропапиллярный и солидный считаются грейд три. И вот опухоль смешанная, у нее разное количество разных паттернов, и суммарный грейд, конечно, выставляется в зависимости от их доли в этом узле. Несмотря на то, что она может быть преимущественно стелющегося типа роста, она может быть умеренно дифференцирована, если в ней есть солидный компонент. Мы не можем назвать ее высоко дифференцированной. Зачем, опять же, нам все это надо? Или вам? Потому что, в общем, как показывает практика, генотип реализуется в фенотипе. И если мы четко и детально описываем фенотип опухоли, морфофенотип, ее гистологическую структуру, картину, то мы можем прогнозировать то, какие мутации она несет. То есть в зависимости от характера роста различается частота выявления тех или иных таргетных мутаций в раках легкого. Что же касается биопсийно-эцитологического материала, малого, уже я немножко говорила об этом. Это, как правило, есть сейчас принципиально два разных подхода к исследованию этого материала. Одна ситуация, когда у нас потенциально резектабельная опухоль, и мы должны подтвердить, что это опухоль, для того, чтобы она была резицирована. А другая ситуация, когда это нерезектабельная диссеминированная опухоль, которая подлежит системному лечению, и тогда мы должны из вот этого маленького биопсийного материала вытянуть максимум информации для того, чтобы максимально индивидуализировать терапию для этого пациента. То есть мы уже говорили об этапности, и мы говорили о том, что мы должны беречь материал для последующего молекулярно-генетического исследования. И вот возрастная классификация на сегодняшний день нам предлагает такой вот алгоритм. Видите, он начинается с того, что мы выявляем гистологические наличия нейроэндокринных черт. Если мы их подтверждаем иммуногистохимические, то мы можем установить диагноз немелкоклеточного рака легкого, вероятно крупноклеточного нейроэндокринного рака. Мы говорим сейчас только про биопсийный материал, про малый. Почему мы не можем на малом материале утверждать, что это крупноклеточный нейроэндокринный рак? Потому что опухоли гетерогенные в легких. Вы видите, они смешанные по определению. И если какая-то часть опухоли экспрессирует нейроэндокринные маркеры и имеет нейроэндокринную морфологию, но на сегодняшний день, если доля этих клеток меньше 10%, мы не устанавливаем диагноз нейроэндокринной опухоли. По биоптату мы не можем оценить долю вот этого нейроэндокринного компонента во всей опухоли. Мы должны исследовать весь узел целиком. Это ограничение. Для того, чтобы мы не пытались прыгнуть выше головы, вот есть такая терминология, есть такая формулировка, она узаконена классификацией на сегодняшний день. Это предположительное заключение. Если же мы выявляем морфологические и иммунофенотипические черты мелкоклеточного рака легкого, мы устанавливаем диагноз мелкоклеточного рака легкого. Если это плоскоклеточный рак, морфологический – это плоскоклеточный рак. Если это аденокарцинома, классическая – это аденокарцинома, мы указываем паттерн роста, который мы видим в биоптате. Опухоль подлежит молекулярно-генетическому тестированию. Если же морфологически у нас нет признаков той или иной дифференцировки, мы делаем дополнительное исследование иммуногистохимическое, и в зависимости от его результатов – это получается у нас либо немелкоклеточный рак легкого, вероятно, аденокарцинома, либо немелкоклеточный рак легкого, вероятно, плоскоклеточный рак. Возможны ситуации, когда у нас есть гетерогенность и окрашивание структур. Тогда мы можем предположить наличие железства плоскоклеточного рака легкого. И в небольшом проценте случаев, когда ничто не бьется и пазл не складывается, только тогда мы ставим диагноз, что это немелкоклеточный рак легкого, БДУ. Вот, собственно, то же самое, о чем я сейчас рассказала, в табличке. Вы можете с этим ознакомиться. Ну и небольшое summary, чтобы тезисно выделить, какие изменения есть в классификации. Бронхела, альвеолярного рака нет. Забудьте про него. Аденокарцинома ин-ситу имеет определенные четкие классификационные критерии, одним из которых является размер, одним из важных классификационных критериев является размер. То же самое касается и минимально инвазивной аденокарциномы. Полная гистологическая субклассификация с указанием доли каждого паттерна. При наличии множественных очагов описываются каждый очаг отдельно. И наличие всех структур и вариантов роста в каждом очаге отдельно описывается. И в ряде случаев это помогает действительно установить первично множественный характер опухоли легкого, либо внутриорганное метастазирование. Но не всегда это бывает так. И в такой ситуации помочь может генетика. Аденокарцинома с остеющимся типом роста новая нозологическая единица опять же одним из критериев, который является размер. Кроме того, необходимо обращать внимание на наличие микропапиллярного компонента и отдельно это отражать в заключении гистологическом. Использовать термины «муцинозная аденокарцинома» инситу, «муцинозная микроинвазивная аденокарцинома» и «инвазивная муцинозная аденокарцинома» для того, что раньше называлось «муцинозным баром». Более того, если мы будем говорить про инвазивную муцинозную аденокарциному, если речь идёт о биоптате, вы видите муцинозную опухоль со стеющимся типом роста. заключение должно звучать как инвазивная муцинозная аденокарцинома в любом случае, без всяких оговорок. Если для немуцинозных опухолей мы можем писать, что это аденокарцинома со стелющимся типом роста в пределах биоптата, мы не можем исключить наличие инвазии, то для муцинозных, по рекомендациям ВОЗ, мы должны сразу писать, что это инвазивная муцинозная аденокарцинома, несмотря на то, что она морфологически неинвазивная. Вот такой вот есть парадокс. Определенная терминология для биопсии и малого материала, и пытаться как можно меньше использовать термин «немелкоклеточный рак легкого неуточненный». Что же касается нейроэндокринных опухолей либо наличия нейроэндокринной дифференцировки в опухолях, то дополнительные методы исследования в данных образованиях рекомендуются только если есть морфологические признаки нейроэндокринной дифференцировки. Мы должны помнить о том, что после нас еще будут работать, о том, что материал нужен пациенту для того, чтобы выполнить молекулярную генетику. Термины аденокарцинома инситу и минимально инвазивная аденокарцинома не могут быть использованы на малом материале никогда. Может быть предположено наличие подобного образования, если у морфолога есть данные лучевых методов исследования. Термин крупноклеточная карцинома также не может быть вынесен по данным исследования биопсийного материала. Почему? Потому что крупноклеточная ненейроэндокринная карцинома – это диагноз исключения. Он устанавливается только в том случае, если мы исключили нейроэндокринную дифференцировку, у нас нет данных о том, что это опухоль железистого происхождения и нет доказательств того, что это опухоль плоскоклеточного происхождения. Чтобы это сделать, мы опять же должны исследовать весь узел целиком, потому что в одной части узла мы можем обнаружить более дифференцированные участки, и это позволит нам классифицировать образование целиком. По малому материалу это невозможно, поэтому этот термин не должен быть использован. И отдельная группа опухолей, о которых мы не говорили, они редкие, это так называемые саркоматозные опухоли легкого, или саркоматозные раки легкого. Эта рубрика тоже претерпела определенные преобразования, такой уникальный, унифицированный, группового понятия саркоматозная карцинома нет. Оно использоваться должно только термины вертиноклеточной карциномы или гигантоклеточной карциномы в зависимости от того, что мы видим. Опять же, установить этот диагноз нельзя по малому материалу, потому что это низкодифференцированные опухоли с потенцией к эпителиальным и зонхимальному переходу. И для того, чтобы не пропустить какой-то более дифференцированный компонент в этом узле, нужно исследовать все образование. Если мы видим только какую-то его часть, низкодифференцированную, она может не отражать биологию опухоля и ее генетику. Поэтому не стоит пытаться прыгнуть выше головы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Какие вопросы будут, коллеги? Микрофон можно? Добрый день, спасибо большое. Михаил Юльвадимов, Саратов. У меня, знаете, такой вопрос. Если выявлено образование кишечного типа в легких, но всеми доступными методами в кишечнике не было выявлено образование, вы установите опухоль легкого кишечного типа? Или все-таки мы не всегда тонкий кишечник можем исследовать? Вы сказали, там, желчные протоки, и опухоль будет все-таки в конечном итоге там. Как нам быть? Мы установим диагноз, что это образование кишечного типа. Оно морфологически кишечного типа. Оно имеет фенотип кишки. Но что и в моем заключении будет написано, что необходимо исключить первичное образование в органах желудочно-кишечного тракта. При исключении это, вероятно, аденокарцинома легкого первичная. То есть диагноз устанавливаете вы. Спасибо. И у меня еще такой вопрос про гетерогенность опухоли. Если получается, допустим, запущенная стадия опухоли легкого, у нас нет возможности удалить полностью весь очаг, и мы берем биопсию, ну, например, отдаленного лимфоузла, устанавливаем диагноз, и получаем, ну, к примеру, не знаю, аденокарциному или там еще что-то, любую другую верификацию, а опухоль-то гетероген, и в основную массу мы не знаем опухоли. В этом случае тоже, что вы можете посоветовать для наших гистологов? Есть такой принцип базовый для гистологов, что часто, то часто. То есть если мы говорим с вами о том, что это женщина, не курящая, у нее метастатический процесс, и вы предполагаете первичное образование в легких, и гистологически даже там из головного мозга вы взяли очаг, и там аденокарцинома, и она ТТФ1-позитивная, то это аденокарцинома легкого. Вероятность того, что эта опухоль имеет там какой-то нейроэндокринный компонент, или что это железо-плоскоклечная карцинома гораздо ниже, чем вероятность того, что это просто аденокарцинома легкого. Если же у вас есть какие-то данные клинические о том, что эта опухоль ведет себя не так, как вы ожидали от аденокарциномы легкого, что там у женщины, например, есть карциноидный синдром, то тогда, возможно, имеет смысл предположить, что биопсия не отражает всей природы опухоли. Но гистолог, к сожалению, здесь вам не может помочь, мы говорим то, что мы видим. Если у нас есть информация клиническая, если есть информация о распространённости процесса, то тогда мы можем сказать больше, тогда мы можем высказать какие-то свои мысли в комментариях, хотя бы, чтобы вас как-то сориентировать. Но, к сожалению, практика такова, что зачастую мы работаем вслепую. Вот это проблема, которую тоже надо решать. А ещё вот прям родился вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто вы смотрите снимки? Я часто смотрю. Вот вы морфологи, да, вот у вас приходят, чтобы установить инсид или микроинвазивное, вы смотрите, вам приносят историю. У нас есть доступ в систему Радиант, и пациенты, которые оперируются в институте, в общем, их снимки загружаются в систему, да, я могу посмотреть снимки у себя в кабинете, никуда не ходя, я это делаю. Спасибо. Ещё вопросы, да, пожалуйста. Давайте ещё один вопрос. Спасибо за прекрасный доклад. Леднёв Алексей, Москва. У меня больше такой хирургический вопрос. Я бы хотел спросить по поводу срочного морфологического исследования. На ваш взгляд, какой объём информации оно может дать? И насколько мы можем полагаться на него при планировании объёма оперативного вмешательства? Прекрасный вопрос. Потому что у срочного интероперационного исследования есть одно показание. Грубо, но по существу. Это если его результаты изменят объём вмешательства. То есть имеет смысл делать интероперационное срочное исследование гистологическое, только если вы по его результатам как-то измените объём вмешательства. То есть если вы идёте на образование на периферическое, и вы не знаете, это опухоль или это туберкулёма, тогда да, надо делать интероперационное исследование. Почему так? Почему? Некоторые пытаются просто удовлетворять свой интерес за счет этого исследования, но у него есть существенные ограничения. То есть если мы говорим о высокодифференцированном каком-то образовании, то да, мы можем даже гистотип вам дать по-срочному, но если мы говорим о низкодифференцированном образовании, либо если вы подозреваете вторичное поражение легкого, то провести диагноз на срочном – это крайне затруднительно, и степень надежности заключения будет невысока. Поэтому это все очень индивидуально, и это вопрос показаний. Спасибо за ответ. Я не случайно задал этот вопрос, просто сейчас много зарубежных публикаций на эту тему, то, что снижение доверия происходит к именно срочному морфологическому исследованию, что большинство на образовании должны быть верифицированы на доклиническом этапе. Поэтому спасибо за ответ. Потому что я думаю, что это не снижение, а это переоцененность возможности этого исследования. Просто сейчас спускаемся с небес на землю. Еще я видел, кто хотел задать вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо большое за докладку. Все по минимально инвазивной аденокарциномии вопрос. Тоже хирургически может быть. Вот величина инвазии инвазивного компонента 5 мм. Как ее определить? Какое количество срезов нужно сделать по опухоли? И возможно ли это сделать при срочном исследовании? Ну, смотрите. На самом деле, я бы на вашем месте не слала бы с такой задачей узел на срочное исследование. Потому что у вас образование 2,5 см. В нем мы ищем инвазию размером не больше 5 мм. Для этого мы должны его исследовать тотально. Это раз. Если мы говорим про плановое исследование, то толщина фрагмента, который, в общем, кладется в кассету гистологическую, 2-3 мм. То есть у вас 2,5 см образования, ну, по 2 мм. Ну, ладно, 10 кассет у меня. У меня 10 кассет. Толщина среза, ну, толщина куска 3 мм. Я делаю один срез блока. То есть вероятность того, что я пропущу инвазию меньше 2 мм, есть. Если инвазия порядка 5 мм, я вряд ли ее пропущу. Вот. На срочном это невозможно объективно сделать. То есть что касается минимально инвазивных аденокарцином, я же говорю, это в большей степени рентгеноморфологический диагноз. Если у рентгенологов есть там на фоне этого матового очага участок консолидации, то тогда, да, это должно, в общем, наводить на мысль о том, что это может быть инвазия в этом месте. В идеале, если вот прям в оптимальных условиях работать, то, конечно, я бы хотела бы участвовать вот в обсуждении пациента предоперационным, когда вы планируете объем вмешательства, вы обсуждаете с рентгенологом снимки. Я бы тоже на это все посмотрела, чтобы посмотреть, где, в какой части узла мне искать этот инвазивный компонент, чтобы его 100% не пропустить, но все равно узел будет тотально исследован. Но это плановое исследование. И, в общем, если там инвазия 1 мм, 2 мм, ее можно пропустить из-за толщины вот этих кусков. И если у меня нет данных о том, что я должна ее искать, что есть вероятность того, что она там может быть, то у меня нет стимула делать серийные срезы с блоков. Если я об этом знаю, я это сделаю, пока я не найду. Хорошо, спасибо. Еще вот один вопрос. В начале презентации вы показали слайд по алгоритму диагностики. Там было, что аденокарцинома, если вы ее видите по световой микроскопии, дальше идет молекулярная генетика сразу. Если к вам поступает операционный материал, вы видите, что опухоль в презентациях первой и третьей стадии, то есть больной радикально оперирован. Будете ли вы выполнять молекулярную генетику? Это вопрос к онкологам. Насколько это надо? В Беларуси, например, это сугубо по индивидуальным показаниям делается, по запросу клинических. Безусловно, мы здесь с вами переходим в общем фармакоэкономическую плоскость. По логике это, конечно, надо. Потому что даже у пациентов, которые радикально прооперированы, все-таки не исключается риск прогрессии заболевания. И, возможно, молекулярный генетический профиль отчасти позволит вам прогнозировать величину этого риска. Но если, конечно, исходить из финансовых позиций, то мы вот так вот рутинно всем не делаем. Спасибо. Я добавлю ответ со стороны клинициста. Здесь действительно это экономическая плоскость и опасность. Теоретически, наверное, сразу выполнять молекулярно-генетическое тестирование не надо. Например, если брать американскую школу, они сейчас выполняют, ставят панель NCBA-мэдж, которые смотрят более 10 показателей молекулярно-генетических. Но вопрос заключается в том, что очень часто, даже если брать наш центр, пациенты уезжают по месту жительства в дальнейшем. И в случае выявленной прогрессии далеко не всегда они обращаются обратно к нам. И не во всех учреждениях, не во всех центрах пациенту в дальнейшем рекомендуется проведение этого исследования. Даже если брать и GFR, и ЛК. Поэтому, как правило, в описанных эпикризах мы пишем пациенту, что необходимо определить. Делать это сейчас, либо при прогрессировании возможном, это уже остается на его выбор. Мы используем иммуногистохимическое исследование только в ситуации, когда на морфологическом этапе мы не можем дифференцировать аденокарцином от плоскоклеточного рака, либо если у нас есть морфологические признаки нейроэндокринной дифференцировки. Ну и в ряде случаев, если есть данные о том, что это, возможно, вторичное поражение легкого. Спасибо большое. И наш участник с прошлой школы благодарит вас за прекрасный доклад, и мы к нему еще раз присоединяемся. Спасибо большое. Спасибо.